Немцы. Кошмары множатся в нашей стране. Это особенно затрагивает блондинок. Общество. Евросоюз и Еврозона. 5 октября. 15-23. Немцы. Кошмары множатся в нашей стране. Это особенно затрагивает блондинок. Германия запуталась в фашистах. Сергей Дебрир. Комментарии в просмотров. 2687. На фото. Протестующий держит табличку с надписью. Германия нуждается в Европе. Но никто не нуждается в. Афт. Фото. Зюма. Дас. В прошлый четверг, 26 сентября, в тюринском городе Айзинахе, что на востоке ФРГ, бывшей ГДР, должна была состояться демонстрация идейных противников партии «Альтернатива для Германии» АТК. Кто были эти неведомые противники не сообщалось, но, как показывает практика, по будним на такие акции обычно мобилизуют бюджетников, среди которых преобладают сторонники правящих партий ХДС и СДПЭГ, и «Зеленых». Организаторы демонстрации своевременно подали в мэрию заявку, честно указав в ней, что шествие пройдет под девизом «Протест против расистской АТК», в особенности, против фашиста Бьерна Хёке. Власти города на это отреагировали половинчато, самой демонстрации они дали зеленый свет, а использовать в ее ходе слово «фашист» запретили, то есть, по логике мэрии, обзывать все от красистской это нормально, а клеить на отдельно взятого ее члена ярлык «фашиста» нет. Неудовольствовавшись таким решением, организаторы демонстрации оспорили его, подав в административный суд жалобу со ссылкой на свободу выражения мнений. Здесь нужно сделать ряд пояснений для российского читателя. Партия «Альтернатива для Германии» была основана в феврале 2013 года вышедшими из рядов правящей консервативной партии Христианско-демократический союз, ХДС, видными немецкими экономистами, журналистами и промышленниками с целью противодействия политики федерального правительства в отношении кризиса еврозоны. В Киеве придумали, как задушить Донбасс Украина готовят региону полную блокаду, если тот откажется сдать позиции. АТК единственная партия в Германии, которая с начала миграционного кризиса 2015 года последовательно выступает против миграционной политики правительства канцлера Ангела Меркель. АТК считает необходимым закрыть внешние границы Евросоюза, ввести жесткий контроль на границах ФРГ и построить лагеря для беженцев за рубежом, чтобы перекрыть поток бесконтрольно пребывающих в страну иммигрантов. Соискателей убежища, получивших отказ, должна ожидать скорая и неотвратимая депортация, а для временно находящихся в стране иностранцев должны быть созданы финансовые условия, мотивирующие их покинуть Германию. АТК настаивает на ведущей роли традиционной немецкой культуры и отвергает ислам в качестве составной части немецкого общества, как к тому призывает все этаблированные партии страны. АТК является единственной из представленных в Бундестаге партий, чья экологическая и климатическая политика основана на отрицании антропогенного глобального потепления. АТК единственная из представленных в Бундестаге партий, которая выступает за отмену антироссийских санкций без каких-либо предварительных условий, а также за расширение экономического сотрудничества с Россией. АТК удалось забрать часть голосов избирателей у всех, кроме зеленых, крупнейших немецких партий. На выборах 2017 года за АТК массово голосовали и немцы-переселенцы из бывших республик СССР, ранее традиционно отдававшие свои голоса за блок ХДС, ХСС. За АТК голосуют также и те, кто прежде никогда не ходил на выборы. Особенно популярна АТК в восточных федеральных землях Германии бывший ГДР. На сентябрьских, 2019 года, выборах в землях Бранденбург и Саксония АТК заняла второе место, в очередной раз отобрав значительную часть голосов у правящих ХДС и СДПГ. При всем при этом в самой партии существуют различные, порой противоречивые внутрипартийные объединения и неформальные крылья – это национал-консерваторы и адепты либеральной экономики, христианские фундаменталисты и сторонники прямой демократии. Из группировок крайне правого политического спектра образовалось крыло, которое поддерживают около 40% партийцев, на февраль 2019 года численность АТК составляла 33 вопросительный знак 651 человек. Некоторые крылья партии имеют связи с группами так называемых «Новых правах» такими, как правоэкстремистское германское движение за идентичность, по данным МВД, на всю 82-миллионную Германию членов этого движения аж 600 человек, и антиисламистское движение «Пэджайда» – НЕМ. Акроним от «Патриотичные европейцы против исламизации Старого Света», под их лозунгами на демонстрации по понедельникам выходили многие тысячи немцев. Наиболее одиозным представителем крайне правого крыла АТК считается председатель Тюринской земельной порторганизации и глава фракции АТК в Тюринском Лантаге, земельном парламенте, 47-летний учитель гимназии Бьерн Хёке, Бьерн Хок, как сообщает немецкая Википедия, в заявлениях и публикациях Хёке социологи, историки и Федеральное ведомство по охране Конституции, внутренняя контрразведка ФРГ. Ред – усматривают правоэкстремизм, расизм, исторический ревизионизм, отчасти антисемитизм и использование лексики и идеи национал-социализма. За эти его устные и письменные эскапады Центральное правление АТК в 2016 году даже инициировало процедуру исключения Хёке из партии, но два года спустя эту процедуру прекратили. Четырежды его привлекали и к судебной ответственности, но во всех случаях дело против него закрывали за отсутствием состава преступления. Но только не на этот раз. Как уже сказано в начале статьи, организаторы запланированные на 26 сентября в Айзенахе демонстрации против российской АТК и в особенности против фашиста Хёке запрет городских властей на использование слова фашиста бжаловали в окружном административном суде в Майнингене. При этом из цеха дата истовали о проведении судебного процесса в срочном порядке. И в прошлое воскресенье, 29 сентября, заседание суда состоялось. Опуская детали, отмечу главное, суд постановил, что запрет городских властей на использование демонстрантами слова фашист был незаконным. Как указано в судебном решении, характеристика фашист может иметь оскорбительный характер, однако организаторы демонстрации достоверно обосновали, что их оценочное осуждение взято не из воздуха, а основано на проверяемых фактах. При вынесении решения суд использовал многочисленные цитаты из публикаций и выступлений Бьерна Хёке. Об этом решении административного суда немедленно сообщили не только все ведущие СМИ Германии, но и многие региональные издания. Америка принесет Аляску в жертву нефти США одной рукой финансируют иностранных экологов, а другой уничтожают крупнейший заповедник в своей стране. В сентябре 2015 года Хёке воззвал к Германии не только тысячелетнего прошлого, но также и тысячелетнего будущего, а период Германской империи, длившийся с 1871 по 1914 год, назвал самым благословенным временем для нашего народа. Но в современной ФРГ такие заявления классифицируются как националистическое возвеличивание имперской эры и преднамеренное нарушение общественного табу на использование лексикона национал-социализма. Тысячелетний рейх. 18 октября того же года, т. е. На следующий день после совершенного правым экстремистом покушения на кандидата от ХДС на пост обербургомистра Кёльна Генриету Рикер ревностную сторонницу миграционной политики канцлера Меркель, Хёке, приглашенный в качестве участника популярного в Германии телешоу, развернул перед телекамерами флаг ФРГ, заявив, что этим я показываю, что отговорит голосом немецкого народа против сумасшедшей политики старых партий, после чего сказал, давайте никогда не забывать, что у сирийца, который к нам приходит, есть своя Сирия, у афганца есть свой Афганистан, а у сенегальца есть свой Сененгал. Но если мы потеряем нашу Германию, то у нас больше нет дома. Немцы. Кошмары множатся в нашей стране. К сожалению, это особенно затрагивает блондинок. И это происходит в вашей стране, дорогие друзья. Это невыносимо. Для справки, ровно через два с половиной месяца после этого выступления именно в Кёльне произошли ставшие печально знаменитыми на весь мир новогодние массовые около тысячи нападения сотен североафриканцев на немецких женщин. При Балте зарезали китайскую курицу. Литва стала демонизировать КНР как Россию и потеряла надежду на золото и яйца из Поднебесной. Именно так высказался в пятницу, 27 сентября, министр обороны Латвии Артис Пабрикс, легионер Вафин СС «Гордость латышского народа и государства». Наш долг до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем помнить, что с каждым годом легионеров в наших рядах, к сожалению, становится все меньше. Сейчас в рядах Латвийского общества национальных воинов, так в сегодняшней Латвийской республике величают и легионеров-эсэсовицов, и послевоенных лесных братьев. СД, их только чуть больше 30. Будем чтить память павших легионеров и никому не позволим опорочить их память. Латышские легионеры «Гордость латышского народа и государства», заявил министр на памятном мероприятии в Моренской волости, где он почтил память солдат 19-й гренадерской дивизии Латышского легиона СС-19. Осенью 1944 года у поселка Море латышские пособники Гитлера пытались сдержать силы Красной Армии, начавшие рижскую наступательную операцию по освобождению Прибалтики от фашистов. Для справки, Латышский добровольческий легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий, 15-й и 19-й. В марте 1943 года рейхсфюрер СС Гиммлер издал приказ, уточняющий понятие «латышский легион» в качестве общего определения для лиц, проходящих службы во всех латышских воинских формированиях в Афин-СС, включая полицейские батальоны. 19-я латышская дивизия СС участвовала в каратильных акциях против советских граждан на территориях Ленинградской и Новгородской областей, а в 1943 году часть 19-й дивизии участвовали в каратильных операциях против советских партизанов Псковской области. 16 марта 1944 года подразделения легиона вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великое у города-остров Псковской области. Именно поэтому День легионеров с 1994 года отмечается в Латвии 16 марта. Что касается АСС, то это военизированное формирование Национал-социалистической немецкой рабочей партии, так же, как СД, Гестапо и сама, были признаны в ходе Нюрнбергского процесса преступными организациями. Преступлением против человечности было признано так же создание концлагерей, которые организовывались, в том числе и силами СС. Мог ли этого всего не знать ныне 53-летний артист Пабрикс, вступившийся за честь легионеров в Афин-СС? Ну, а как мог не знать такие азбучные истины прилежный ученик советской школы в Юрмале, куда маленький артист пошел в 1972 году и ходил по 1983 год. Во времена СССР в латышских школах было 11 лет обучения, а затем не менее прилежный студент из ТФАКа Латвийского государственного ордена Трудового красного знамени университета имени одного из организаторов Компартии Латвии Петра Стучки и старательный научный сотрудник отделения современной и новейшей истории Академии наук Латвийской ССР. Это уже после 1991 года Пабрикс поднабрался новых знаний в университете Орхус, Дания, где, в придачу к ученой степени советского кандидата исторических наук, получил европейскую степень доктора философии. Северный поток-2, Дания спасла Украину, заставив Газпром приступить к плану, российская труба наткнулась на преграды. Но если немецкий суд постановил считать Бьерна Хёки фашистом, после чего ни один уважающий себя и конституцию своей страны немецкий политик не то что руки ему не подаст в одной комнате и с ним находиться не станет, то кем считать Артиса Пабрикса после его восхваления эсэсовских легионеров? И как теперь новая глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп Каренбаур будет с ним ручкаться при встрече в натовских или эсэсовских коридорах? Хотя, ведь слов осуждения Пабрикса из Берлина не прозвучало. Во всяком случае, пока. Но трудно представить, что немецкий истеблишмент вдруг пересмотрит свое отношение к русофобским властям Прибалтов. А как охарактеризовать радиостанцию Эхо Москвы, опубликовавшую в дни Майнингенского процесса на своем портале статью Сапкора в Литве Натальи Фроловой, длинно заглавленную московские знакомые спрашивают меня, чего эти Прибалты так нас боятся? Объясняю и объясняет, в современной России на школьных уроках истории мало что рассказывают о Великом княжестве Литовском и совсем ничего о том, как Литва, Латвия и Эстония более 20 лет были независимыми государствами, которые совершенно не мечтали стать частью СССР. Этот период фактически вычеркнут из советской историографии. Про аннексию этих стран в 1939 году, после подписания советско-нацистского пакта Молотова-Риббентропа, про расстрелы и депортацию в Сибирь россияне либо не знают вообще, либо исключительно в правильном, с точки зрения Кремля, ключе, они сами попросили у Сталина защиты. Насмотревшись на Украину, в Тульской области тоже занялись декоммунизация. Чиновники и единороссы решение убрать памятник Ленину прикрывали волеизъявлением жителей. И еще по поводу Литвы, Латвии и Эстонии, которые, по Фроловой, более 20 лет были независимыми государствами и совершенно не мечтали стать частью СССР. Помнится, когда я, родивший в 1946 году в Риге, был еще школьником, водили нас всем классом на экскурсию в Рижский музей революции, что в Пороховой башне на улице Смельшу, теперь там военный музей, экспозиция которого посвящена истории создания и становления латвийских вооруженных сил. И смотрели мы там кинохронику, как в октябре 1944 года в Ригу вступали войска Красной Армии. И вот, что сегодня мне интересно, а все эти тысячи счастливых людей, стоявших шпалерами вдоль главной улицы латвийской столицы, при российском царе она называлась Александринской, во времена довоенной Латвийской республики Бривибас, свободой, при фашистской оккупации Адольф Гитлерштрассе, в советские времена Ленина. А с 1991 года опять стало Бривибас, и бросавших букеты осенних цветов под ноги идущим походным маршем солдатам и офицерам Красной Армии. Их что, этих людей, штыками туда сгоняли и под страхом расстрела на месте заставляли изображать на лицах счастье. Германия. Новости Евросоюза. Возросло число жертв нападения на префектуру полиции в Париже. Новости Финляндии. Финляндия с декабря ограничит ввоз в страну ЕГОД из России.